С каждым актом российского террора и с каждой попыткой оккупировать больше украинских территорий Россия теряет позиции на мировой арене, уверены эксперты. То, что должно было стать триумфом правления Путина, по его мнению, теперь превращается в самый крупный кризис для России за всю ее историю. Смягчить падение Кремль пытается на информационном поле. К примеру, несколько российских ресурсов процитировали материал обозревателя Джейми Детмера из политика Europe. В нем он заявил о том, что европейские лидеры якобы выступают за смягчение критики президента Зеленского в отношении России. Однако автор в своей статье ссылается не на чью-то речь, а на частных неназванных источников. Это выдавание желаемое за действительное, потому что всегда нужно смотреть на то, что делается, а не то, что говорится. В Европе есть очень много коррумпированных России чиновников, которые с удовольствием, конечно же, забыли про историю с Украиной и торговали, как им хотелось. Но после того, что наворотила Россия после убийств мирных жителей, после убийств детей, после террористических атак по мирным городам, даже эти продажные, особенно европейские коррумпированные чиновники, ничего, они молчат. Они молчат. Даже пророссийские партии, такие как Альтернатива Германии, даже Ли Пен, даже они понимают токсичность темы России и они молчат. Например, они предлагают мир в обмен на территории и всё, что с этим связано. Не даёт привычных Кремлю результатов и шантаж энергоресурсами. Ранее Россия уменьшила поставки газа через Северный поток-1, ссылаясь на необходимость замены турбины для газопровода. На деле же турбина оказалась запасной, а Кремль использовал её в качестве оправдания для перебоя в поставках. Однако и с этой проблемой Европа постепенно справляется за счёт отказа от российских энергоресурсов. А вот заявление Путина о необходимости запуска Северного потока-2, как утверждают специалисты, окажутся безрезультатными. «Сейчас он выдвигает абсолютно абсурдную идею для Запада, что если вам нужен российский газ, то есть возможность его поставлять через Северный поток-2. То есть, иными словами, если сравнивать те предложения, которые формируются, то они формируются абсолютно, переходя какую-то границу вообще определённой логики. «Северный поток-2» – это уже полностью мёртвый проект. Запустить его повторно не получится. Фактически необходимо демонтировать всю трубу, необходимо демонтировать оборудование и забыть о том, что этот проект когда-то существовал. «Северный Катар», «Израиль», который сейчас выходит на рынок Европы, «Азербайджан», который уже хочет выйти на рынок Европы в том числе. То есть, а Россия ничем уникальным не торгует. Это да, болезненно, да, плохо, но есть понимание, что потакать агрессору этой сатаневшей орде нет никакого смысла. Она и дальше будет идти, и потери будут ещё больше. Поэтому да, будет сложно, но не смогут перестроиться». А вот эффект от беспрецедентных экономических санкций российское руководство пытается скрыть за бравадой. Якобы от них нет никакого эффекта, а страдает лишь сам Запад. Эксперты советуют не забывать, ограничения действительно вводятся большой ценой для США и европейских стран. Однако основная цель санкций – экономически ослабить Россию до того состояния, чтобы она не могла продолжать войну, и это начинает работать. «Во-первых, надо признать, что Европа и США от санкций получают ущерб, и украинцы часто не до конца понимают размер этого ущерба. Некоторые компании отказываются от инвестиций в миллиарды долларов. Поэтому это вполне существенное для этих компаний и для этих стран решение. Это нужно понимать и это нужно признавать. Однако для них безопасность – национальная безопасность, мировая безопасность, баланс сил, невозможность, чтобы происходила фактически война в Европе, которая может перерасти непосредственно в войну и на их территории. Потому что они прекрасно помнят 1939 год, когда начиналась Вторая мировая война, и они не хотят этого допустить». Страны Европейского Союза, США и Великобритания не намерены останавливаться на достигнутом, говорят эксперты. Уже утверждён седьмой пакет санкций против агрессора. Среди ограничений эмбарго на российское золото, заморозка активов Сбербанка и усиление персональных ограничений для российских военных, политиков и пропагандистов. И уже идёт работа над восьмым пакетом санкций. Лариса Зубенко. Специально для информационного марафона Фридом. Телеканал Айой.